В частности, программа предусматривает рост объема промышленной продукции в 2,5 раза и увеличение до 50% доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте. Все это должно сказаться и на ежемесячной зарплате кубанцев. К 2030 году в планах поднять ее на 80%. Стратегия по себе еще составлена таким способом, что она способна и к трансформации, по большому счету, то есть быстро отвлекаться, в том числе на ситуацию, которая будет меняться на рынке, это очень важно. Но вот все-таки то, что касается флагманских проектов, на самом деле амбициозной, конечно, цель ВРП в 2 раза увеличить эти 5 триллионов. Почему бы и нет? Мы по итогам прошлого года ВРП увеличили на 2,3%, а в этом году мы планируем на 3% увеличить ВРП. То есть, понятно, мы раскочегариваем сегодня экономику, максимально пытаемся не ошибиться в приоритетах. Сегодня полки от оправданного импорта, конечно, высвобождаются. И что хотят регионы? Они хотят залезть на эти полки своими товарами и услугами. И, конечно, мне надо сделать все максимальное, чтобы залезть на эти полки, которые от импорта сегодня высвобождаются, а завтра уже они высвобождаются. И кто-то залезет и уже, скорее всего, не пустят. Те, кто не успел. Поэтому мне важно, почему эти приоритеты и как мне быстрее достигнуть этого. То есть модернизировать те отрасли экономики, которые явно отстают. По ряду индексов Краснодарский край относится к регионам с большим потенциалом. И уже сейчас по индексу юридического центра, который охватывает все регионы, анализирует все регионы, Краснодарский край занимает разные позиции по ключевым вопросам от первого по девятое место. Это очень высокий уровень по сравнению с другими регионами. То есть это серьезный потенциал. И в самой стратегии ставится задача войти по всем показателям, основным в пятерку лучших регионов.